Господи Божий мой, на тяну повад, Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в день праздника похвалы Пресвятой Богородицы за богослужением читаются два евангельских отрывка от Марка, глава 8, стихи с 27 по 31, и Богородичное Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42, глава 11, стихи 27 и 28. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона Отца Александра. Во время Оно в Ниде Иисус весь некую, Жена же некой имени Марфа прият Его в дом свой, И сестра Ебе, нарицаемая Мария, Я же и седши при ногу Иисусову, Слышаше слово Его. Марфа же молвиша о мнозе службе, Ставши же рече, Господи, не брижеши ли яко сестра моя Единомя остави служите, Рцы уба ей, дами поможет. Отвещав же Иисус речей ей, Марфа, Марфа, Печешися и молвиша о мнозе, Едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, Я же не отымется от нея. Бысь же, егда глаголуша сия, Воздикши некая же на глаз от народа речей ему, Блажено чрево носившее тя, И сосца я же и сессал, Он же рече, Тем же уба, Блажене слышащие слово Божие И хранящее. Прочитаем вместе этот текст в русском переводе. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, Которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, Подойдя сказала, Господи, Или тебе нужды нет, Что сестра моя одну меня оставила служить, Скажи ей, чтобы помогла мне. И Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, Ты заботишься и суетишься о многом, А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, Которая не отнимется у нее. Когда же он говорил это, Одна женщина, Возвысив голос из народа, Сказала ему, Блаженно чрево носившая тебя И сосцы тебя питавшие. А он сказал, Блаженны слышащие слово Божие И соблюдающие его. Предлагаю вновь поразмышлять, Почему именно это событие, Посещение Христом дома Марфы и Марии, А также столь странный ответ Спасителя На воскресание неизвестной женщины, Традиционно читается в Богородичные дни. Так Господь приходит в Вифанию, В дом Марфы и Марии. Марфа в радости своего сердца Старалась угодить своему возлюбленному учителю Множеством угощений, В то время как ее сестра Мария, Сев у ног Христа, Со вниманием вслушивалась в каждое его слово. Но Марфа, увлекшись гостеприимством И видя свою сестру сидящий у ног гостя, Обращается к нему со словами, «Господи, или тебе нужда нет, Что сестра моя одну меня оставила служить, Скажи ей, чтобы помогла мне?» На что Господь отвечает, «Марфа, Марфа, Ты заботишься и суетишься о многом, А одно только нужно». Как увещевает нас блаженный Феофилакт, Примечай благоразумие Господа. Он ничего не сказал Марфе, Прежде чем получил от нее повод к упреку. Ибо гостеприимство да то ли похвально, Да коли оно не отвлекает нас от того, Что более нужно. Притом, если сказать точнее, Господь возбраняет не гостеприимство, Но суетность. Как часто, дорогие братья и сестры, Мы хотим быть добрыми, заботливыми, Но по-своему. И в этом состоит одна из трудностей жизни. В первую очередь, желая быть любезными, Мы должны, как говорят, заглянуть в душу человеку, Понять, что нужно ему в данных обстоятельствах. Так случается, что не всегда суета Или множество слов уместны в тот или иной момент. Иногда человеку нужны внимание и покой. Господь же, покинув дом Марфы и Марии, Вместе с учениками вновь выходит ко множеству народа, Где наставляет их своей божественной мудростью. И вот во время проповеди Спасителя Некая женщина воскликнула Блаженно чрево носившая тебя И сосцы тебя питавшие. Мы с вами можем представить То душевное восхищение, Которое охватило эту женщину При виде величайшего сына человечества, Сильного в слове и творении чудес. Но в ее словах мы без труда Можем распознать еще одно чувство, Переполнявшее ее душу. Зависть. Она позавидовала Пресвятой Деве. Наверняка счастлива мать, Которая родила и вскормила Такого великого сына. Скорее всего, и у нее был сын. Может, даже и возраста Иисуса Христа, Который ничем особенно не отличился, Или более того, вовсе не оправдал ее надежд. Как тут не позавидовать женщине, Чей сын стал великим учителем и пророком? А иногда нас разочаровывают наши детище, Дела, которым мы посвящаем всю свою жизнь. Ответ Христа должен стать лекарством Для всех, кто разочарован жизнью И своими достижениями. Блаженство заключается не в реализации своих амбиций, А в исполнении Слова Божьего. Так почему же именно сегодня, В день похвалы Пресвятой Богородицы, Дорогие братья и сестры, Мы слышим это евангельское чтение? Наверное, потому что слова этого отрывка Повествуют о внутренних качествах Пречистой Девы, Тонкой и неназойливой заботе, Смиренном послушании и чутком внимании, А также о независливом сердце. Именно образ Девы Марии Лучше всего иллюстрирует слова спасителей Из Нагорной проповеди. Блаженны чистые сердцем, Ибо они Бога узрят. Ведь кто, как ни Царица Небесная, Открывает нам Бога в нашей повседневной жизни, Являясь скорой заступницей и помощницей? И мы, восхваляя сегодня Пресвятую Богородицу, Очистим свои сердца, Дабы по ее примеру увидеть славу Божию. Помогай нам в этом, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok